На улицах Уссурийска скоро спокойно можно будет встретить слонов и оленей. Фигуры этих животных будут устанавливать на газонах и кольцах, которые потом засадят растениями. Такие объёмные формы также украсят Плехановский сквер и территорию около Ледовой арены. «В этом году по программе в городе мы должны высадить 230 тысяч корешков растений. Цветы используются в основном все те же самые, которые очень хорошо, красиво разрастаются, то есть создают красивый фон». Из новых цветов появятся рудбеки и георгины. Большинство растений выращиваются в оранжереи в нашем городе. Школьники сейчас также активно занимаются благоустройством территорий. Некоторые скульптуры делают своими руками. Как, например, в 25-й школе сделали деревянные клумбы и каменные вазы. «Мы совместно с детьми, совместно с родителями составили проект, составили дизайн. Воплотили в жизнь, так скажем, свой проект. Конечно, он ещё будет доделываться, этот проект. Сейчас вы только видите начало изготовления этих малых архитектурных форм». Каждый день на газоне около школы появляются миниатюры. Теперь благоустроенный вид территории добавляют два крота, колодец и мостики, которые стали пользоваться популярностью у горожан. Прохожие не прочь сфотографироваться со скульптурами. Но иногда это приводит к тому, что на мостик становятся, а фигурам отламывают части. «Большая часть людей благодарна. Когда дети утром выносят эти конструкции, говорят большое спасибо. Но есть обратная сторона у этой медали. Не все понимают, шалят, крутят эту ведёрочку, ломают эту цепь. Дети бегают по этим мостикам. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы люди учились созерцать ту красоту, которая создаётся руками детей и учителей». Пока что для сохранения скульптуры после обеда заносят в школу.